Здравствуйте, ребята! Наверняка многие из вас встречались в школе на уроках и в учебниках с графиками гармонических функций. Это какие-нибудь синусоиды или косинусоиды, которые для вас ничем не являются, кроме того, как какой-то рисунок, который находится в тетради. И до того вы не могли потрогать эту вещь руками, как-то вот увидеть, как вообще этот график получается. И сегодня я хотел бы это дело исправить. Вот смотрите, что у меня есть. Вот такой вот маятник, он называется математический, причем он может двигаться только по одной оси. В этом случае говорят, что он имеет одну степень свободы. И видите, он двигается вдоль вот этой вертикальной линии. Почему так происходит? Потому что с двух сторон натягивается ниточка и не дает ему колебаться в эту или в эту сторону. А, ну, кстати, дает, но вот эти колебания очень быстро затухают. Поэтому он колеблется только вдоль оси вертикальной, которую мы давайте обозначим с вами за ось Х. Ну и прежде чем получить график, давайте немножко поговорим про сам математический маятник. Давайте с вами посмотрим, как он движется. Если я отклоняю его, он начинает колебаться, и вот в этих крайних точках он застывает. То есть в этих крайних точках скорость равна нулю, он останавливается, и потом начинает ускоряться. В средней точке у него скорость будет максимально, и потом в этой точке он снова останавливается. И если мы просто будем на бумаге вот так вот рисовать его траекторию, то у нас рука будет идти просто по линии, что не очень интересно и совсем ненаглядно, не дает информацию о его движении. Что мы сейчас с вами сделаем? Смотрите, у меня вот есть тут бумага с двух сторон, и я могу ее крутить, и она будет двигаться в эту сторону. И у меня есть вот такая крышка с дыркой и стаканчик. Я у этого стаканчика поменяю крышку, и из этой дырки начнет высыпаться песок. И получается, песок будет падать сюда вниз, я прокручиваю, и у нас появится информация, в каком месте находился маятник в каждый момент времени. Потому что я вот это буду прокручивать, все дело, и у нас будет как бы запечатлеваться в каждый момент времени, где находился маятник. И давайте посмотрим, какой рисунок у нас с вами получится. Так, для этого я вот так вот открываю, стараюсь не просыпать песок. Надеваю крышком, придерживаю, чтобы песок не начал сыпаться раньше времени. Ой, я так волнуюсь. Я его отпускаю. Так. Сейчас. Вот, давайте уменьшим эти колебания. И теперь смотрите. Сейчас пока по одной линии ничего интересного. Но единственное, мы можем заметить, что песок в этих крайних точках у нас будет в большем количестве находиться. Теперь давайте передвигать этот лист. Буду стараться с одинаковой скоростью. Смотрите, как здорово. Так, теперь я его остановлю. И вот так поставлю. Смотрите, что у нас получилось. Давайте себе представим, что вот эта вот ось Х, и в этой точке, ровно посередине, будет находиться начало координат. И получается, наша координата доходит до максимального значения, которое называется амплитудой колебаний математического маятника. Потом начинает уменьшаться, опять находится в состоянии равновесия. И так как у него здесь есть скорость, то по инерции движется дальше и попадает уже в нижнюю точку. То есть получается, вот здесь у нас ось Х, а вот здесь, вот так вот, мы можем провести ось времени. И вот, пожалуйста, ребят, прям настоящий график Х от Т. И мы его строим не по какой-то формуле, а вот просто наглядно увидели, что здесь происходит. Какая формула будет описывать вот такие вот гармонические колебания? Это, конечно же, формула Х равно Х нулевое умножить на синус или косинус омега Т плюс Фи нулевое. Ну, в данном случае, видите, у меня колебания начинаются с нижней точки, поэтому это будет формула Х равно минус Х нулевое на косинус омега Т. То есть вот эта вот функция, косинус или синус, и знак, который мы выбираем, зависит просто от начального положения. Где находился наш маятник при Т равном нулю? И он причем не обязательно будет находиться в какой-либо из этих трех точек. Он может начинаться откуда-то отсюда, но тогда нам нужно использовать начальную фазу колебаний, и тоже проблем никаких не будет. Теперь давайте сотрем этот песок, чтобы провести следующий эксперимент. Так, ребят, ну теперь давайте менять различные параметры колебаний нашего маятника. Так, сейчас я его раскручу. Ну, можно же делать что-то банальное, можно просто уменьшить амплитуду. Ну, то есть, чтобы он не так сильно колебался из стороны в сторону. Давайте посмотрим, как будет, как изменится наш график. Мы видим с вами, что амплитуда колебаний просто-напросто уменьшилась. Красивее или красивее, как правильно? И даже как-то красивее стал выглядеть данный график, потому что он не такой острый в углах. Давайте подытожим. Если я на меньшую величину отклоняю мой математический маятник, то эта волна становится просто немножко поуже. Теперь давайте посмотрим, что произойдет с нашим графиком, если я уменьшу длину маятника. Так, ну для этого я вот так вот его закручу. Видите, длина прям ощутимо уменьшается. Ну, надеюсь, это не помешает мне получить наглядный график. Посмотрим, что происходит. Ну, невооруженным глазом видно, что он стал качаться чаще. Это означает, что период колебаний уменьшился. Давайте теперь начнем двигать. Ну, тут достаточно размыто. Я не знаю, видно ли сейчас на камере. Просто из-за того, что он находился на большой высоте, то сильно разлетаются в стороны вот этот песок. Но мы видим с вами, что я старался двигать с такой же скоростью, мы видим с вами, что расстояние между вот этими макушками стало немного меньше. Вот это вот время, за которое наше тело возвращается в исходное состояние, оно называется периодом колебаний. У нас формула для периода математического маятника – это t равно 2π корень из l на g, где l – это длина нити. И получается, раз я уменьшил длину моего маятника, то и период тем самым уменьшился. Ассистент, подай, пожалуйста, метелку. Спасибо. Так что видите, ребята, построили с вами график гармонических колебаний XAT благодаря матушке природе. Просто за счет силы тяжести песка двигаем эту штуку, и он рисует вам график координаты от времени. По-моему, очень прикольно. Если вам понравился этот видос, то не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. А также жду вас на годовом курсе Ebonit, на котором эта тема проходится очень подробно. И вы точно ее не залажаете ни в тестовой части, ни в задачах с развернутым ответом. В прошлом году в одном из регионов была именно задача на гармонические колебания. Так что не прои***йте эту тему и подготовьте ее как следует. С вами был Саня Ebonit. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok